Ну что ж, ребята, всем снова привет, с вами вновь канал Тропикал. И сегодня, ребята, я бы вам хотел рассказать о полном содержании прыткой ящерицы. Да-да, сегодня я, наконец-таки, расскажу о полном и грамотном содержании прыткой ящерицы в домашних условиях. У многих людей есть разные вопросы, и сегодня я на них постараюсь ответить. Ну что ж, давайте не будем медлить и приступим. Итак, первое это террариум и его обустройство. Итак, для начала разберемся с террариумом. Многие люди берут в качестве террариума пластиковый контейнер, который, в принципе, я тоже брал изначально, когда не совсем был в курсе всего. А, либо же аквариум. Почему же не подходят эти две емкости? Во-первых, первое, аквариум не подходит, потому что у него нет вентиляции проточной, что, в принципе, затрудняет воздухообмен, и ящерица может заболеть какими-нибудь респираторными болезнями. Контейнер же не подходит, потому что он сделан из пластика, который при облучении ультрафиолетом или при сильном нагреве выделяет ядовитые вещества, которые тоже могут вызвать какие-нибудь болезни у вашей ящерицы. Итак, второй вопрос, касающийся темы террариума, это как же его там обустроить, задекорировать и, в принципе, как там правильно все сделать. Итак, многие люди берут в качестве грунта совсем не подходящий для этого материал. Допустим, какие-нибудь газеты, опилки сосновые там, допустим, да, какие-нибудь, либо же землю. Ребята, почему же не стоит брать землю, обычную землю? Вы, конечно, можете там прокалить ее, и тогда можно брать, но нежелательно. Потому что в земле могут содержаться какие-нибудь бактерии, либо же там могут находиться какие-то маленькие насекомые, которые, допустим, какие-нибудь паразиты, которые прицепятся к вашей ящерице, и процесс лечения будет очень долгим и сложным. В качестве грунта лучше всего подходит кокосовый субстрат крупной фракции, также подходит какая-нибудь древесная мульча, либо какие-нибудь щепа, да, от щепа какого-нибудь дерева тоже неплохо, в принципе, подходит. Также неплохо подходят вот такие вот самодельные коврики, в принципе, которые сделал я сам, и которые меня радуют, и глаз мой радует, и, в принципе, ящерице, на нем жить довольно комфортно. Также необходимо положить камушки и коряги в террариум, в террариуме должны быть камушки для прогрева, допустим, вот как у меня стоит, кстати, почти во всех моих террариумах с ящерицами стоит центральный камень, я его так называю, на котором ящерицы мои, как правило, всегда греются, и который прогревается, и потом отдает тепло. Выглядит это тоже довольно-таки красиво, да и, в принципе, ящерицы больше напоминают природную среду. Также в террариуме необходимо, чтобы находились коряги какие-нибудь и укрытия, чтобы ящерица могла прятаться под ними, коряшки всякие, кусочки коры и прочие укрытия. Также в террариумах необходимо, чтобы была вентиляция, это необходимо во всех террариумах, и, в принципе, она должна быть. Также забыл упомянуть, что все укрытия из природы должны быть обработаны термически, лучше всего сварить их. Также в террариуме должна стоять паилочка, в которую, как вы понимаете, нужно наливать воду. Ну и вот, в принципе, все, с террариумом закончили, приступаем к следующему пункту. Итак, следующим пунктом является наличие ламп и кальция с витаминами. Итак, ребят, сейчас это очень важная тема, которой ни в коем случае нельзя пренебрегать. Потому что, если вы там, допустим, не поставите какой-нибудь камушек, да, или же не положите коряшку какую-нибудь, то это не так страшно, как если вы не поставите ультрафиолетовую лампу, которая, в принципе, помогает ящерице усваивать кальций. Есть видеоролики уже на канале, для чего они нужны, в принципе, кальций и витамины, все это для чего нужно, у меня есть ролик на канале. Сейчас я вам просто хочу напомнить, что это все очень важно и этим нельзя пренебрегать. Потому что, если вы не хотите травмировать животное, да, там, если вы будете держать ящерицу в таких условиях, ну, там, допустим, год, то она у вас будет уже вся кривая, худая и, в принципе, она будет уже еле живая. Недавно наткнулся на ролик на ютубе, где, в принципе, мужик провел, скажем так, эксперимент, как он сам это называет, и попробовал посодержать ящерицу в аквариуме и вообще в неподходящих условиях. Ящерица, конечно же, выжила, но в каком она находилась состоянии, это просто ужас. Она была вся худая, зарахиченная и, в общем, очень ужасное состояние у животного было. И, ребята, пожалуйста, не мучайте животных. И, если вы хотите реально содержать правильно, то, пожалуйста, следуйте всем инструкциям. И, разумеется, покупайте лампы, ультрафиолетовые, инфракрасные, также витамины и кальций. Это все очень-очень важно для рептилий. Итак, переходим к следующему пункту. Итак, ну, а в чем же заключается общее содержание ящерицы? Я вам сейчас, в принципе, тоже расскажу. Вообще, общее содержание – это то, что вы должны делать, как бы, в период содержания вашего животного. Разумеется, это такие базовые вещи, как кормежка, замена воды в поилке, замена субстрата, чистка, уборка террариума и прочее. Давайте немножечко поподробнее. Итак, воду в террариуме, точнее, воду в поилочке нужно менять хотя бы раз в три дня. Воду из-под крана брать нежелательно. Если же вы берете воду из-под крана, то она должна быть отстойная. Также обязательно, чтобы вода была чистая. Желательно, чтобы из-под фильтра. Это прям было бы очень хорошо. Итак, следующая замена субстрата. Субстрат, в принципе, необходимо менять во время уборки. Делать это нужно хотя бы раз в два месяца. Полностью заменять субстрат. А также мыть террариум и укрытие, и всякие декорации. Это все тоже нуждается в чистке. Желательно делать это раз в месяц, либо хотя бы раз в два месяца. Это делать необходимо. Ну а также в общем содержании является и кормление. А точнее, сейчас я вам тоже расскажу про это. И расскажу про кормление и про то, чем кормить немножко поподробнее. Итак, что же подходит в качестве корма для прыткой ящерицы? Это уже много кто мне писал такие вопросы. И они меня уже, честно говоря, поднадоели мне, скажем так, да? Итак, ребята, кормить можно сверчками, домовыми, там, двупятнистыми, банановыми. Ну, в общем, это не суть важно. Также можно кормить тараканами, туркменскими, мраморными, тоже не так важно. В общем-то, вид, ну, разницы нету в видах. Также можно подкармливать зоофобусом, личинкой черной львинки и другими такими насекомыми, которые специально, внимание, сейчас специально разводятся для кормления рептилий, которые специально продаются у заводчиков, либо же в зоомагазинах. И, ребята, если вы собрались на постоянке держать ящерицу, не нужно кормить ее насекомыми с улицы. Конечно, если вы держите ее так, просто для прикола, да, там, месяцок подержать, для интереса, то можно кормить ей насекомыми с улицы. И для этого уже вы, там, разбирайтесь, ищите, какими можно кормить насекомыми с улицы в других источниках. Я вам здесь не подскажу. Конечно же, вы можете, там, дать ящерице размороженного кузнечика, там, да, допустим, либо же размороженную саранчу, если она поймана с улицы, то хотя бы замораживайте их, чтобы убить всех паразитов и всех микровов, которые могут быть в насекомых с улицы. Я лично кормлю свою ящерицу раз в два дня, и вам, в принципе, советую делать то же самое, кормить ее раз в два дня. Она так будет хорошо питаться периодически, но, ребята, также хотел бы добавить то, что ящерицы могут объявлять голодовки, и в этот период их лучше не трогать. Можно, конечно, там, подкладывать на какой-нибудь камушек им, какого-нибудь тараканчика или сверчка, если они захотят, они съедят. Но такое часто бывает, то, что они отказываются от еды. У меня было такое уже неоднократно, и поэтому хочу вам сказать с облегчением, что это такое бывает у них. И я знаю, что многие хозяева волнуются в этот момент, но волноваться не в чем, потому что это нормально, и в природе ящерица не каждый день и не каждые два дня питается. Возможно, таким образом она очищает свой желудок. Итак, ребята, ну что ж, вот я вам сейчас все и рассказал. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был канал Тропикал, чудеснейший канал. Подписывайтесь на мои резервные аккаунты. И всем пока-пока, ребята. До новых встреч и до новых видеороликов. Субтитры сделал DimaTorzok